Друзья, всем огромный привет! С вами Аня Bookspace, и вообще-то это видео должно было быть приурочено к Хэллоуину, но я подумала, что уж лучше я две книги дочитаю, чем буду вам про свои предположения рассказывать по этому поводу, и к тому же я решила, что тема скорее круглогодичная, чем в какой-то дате приуроченная. Одна из книг, которую я читала буквально вот на днях, к слову, именно ее в ночь на Хэллоуин, в ночь 31 октября, именно она меня вдохновила на то, чтобы снять для вас видео про страшные книги, которые можно прочесть буквально за один день. Так-то страшных книг у нас хватает жизни, и мы с ними можем проводить очень долгое время, буквально дни, недели или даже месяцы, ну чем, черт не шутит, да? И я подумала, что было бы здорово это время сократить буквально до одного дня, чтобы в них основательно погрузиться. Традиционно маленький дисклеймер о том, что я не буду ручаться, что каждая из моих рекомендаций вот напугает всех и каждого, и вы будете сидеть в тахотоническом ужасе по ночам, не знаю, рано-равно, как и Хэппи Милл не сделает никакого счастливым, скорее всего. Однако, я считаю, что каждая книга в этой подборке, она жуткая, мрачная, атмосферная, а многие из них даже дарили мне просто, будет незабываемый, так будет, мурашек по спине. Поэтому, если вы искали маленькую, короткую книгу, чтобы с ней страшненько привести время, ну, по крайней мере, жутенькая и атмосферненько, то эта подборка для вас. Приятного просмотра. Собственно говоря, книга, которая вдохновила меня на создание этой подборки, это «Страшные сказки дядюшки Монтегю». Подробник расскажу, друзья, вам уже в объемном прочитанном, чтобы не останавливаться прям подробно-подробно. Здесь буквально впечатление, и на что вам стоит обратить свое внимание здесь. «Страшные сказки» — это, по факту, сборник коротеньких рассказов в духе Нила Геймана, Джо Хилла, возможно, или Эдгара Алана По. И слово главного героя здесь тоже зовут Эдгар, что лично я считаю таким приятным реверансом в сторону. Так вот, у Эдгара есть родственник, дядюшка Монтегю. Дядюшка, он ему, скажем так, слегка условно, потому что это ему очень старший родственник, какая-то седьмая ватана Киселей, и тем не менее его родители отправляют к дядюшке в гости. Эдгар у него проводит время, он к нему топает через опасный такой, знаете, мрачный лес, и тут даже говорится о том, что Эдгар еще ни разу не видел в лесу зеленые листы, даже летом. И за деревья в лесу за ним следят дети из деревни, но Эдгара их игнорирует и все топает к дяде. Дядюшка об этих детях как бы ни сном, ни духом, или, по крайней мере, делает вид, что он о них не знает, нацепляет, как обычно, такую таинственную мину и травит ему интересные байки. Байок здесь немного, кажется, штук может быть семь или восемь, но зато каждая из них, она обладает собственной иллюстрацией, которая настраивает нас на определенный лад. Понимаете, все эти байки, они выглядят в голове буквально анимации Тима Бертона. Собственно говоря, да, иллюстрации располагают. Многие истории здесь похожи, примерно похожая тематика навязывается, как не очень хорошие детки себя не очень хорошо вели и получили по жопе от посторонних сил. Как-то вот так. Особенно хороши, как по мне, рассказы здесь «Зимняя обрезка» про ведьму и ее яблони, это вот прям, ух, прям жутенько было. Вторая история, которая мне запомнилась, прям очень понравилась, это была не «Тверь», кажется, она была вторая в сборнике. Она про медиумов-шаранталов, которые, опять же, наказала немножко жизнь в этом плане. И очень здорово там была закручена по сюжету история, классная. Но, наверное, мой главный фаворит здесь — это «Позолоченная рама». История о том, как мама купила очень странную картину в дом, которая внезапно начала исполнять желание одной из дочерей. По мне, она самая удачная и по концепту, и по исполнению, и по навевающей жузе, и по развязке. Я прям буквально ахнула в голос, когда узнала, в чем реально там развязка этой истории, прям браво автору. И, друзья, парочка важных нюансов по этому поводу. Здесь рейтинг стоит 12+, я бы сказала, что он поддерживается в книге. Ну, то есть, как бы здесь такие сказки, такой рисунок, он предполагает, что, возможно, это подойдет деткам лет 80. Я бы не рекомендовала, потому что здесь у нас есть парочка рассказов, которые прям очень жестокое обращение с животными. Прям даже мне было не по себе, честно говоря, хотя я как бы Кинга читаю. Так что в этом плане, пожалуйста, будьте осторожны. И кажется, что здесь все истории заканчиваются плохо, просто потому что это страшные сказки. Ну, вот опять же, в духе Нила Геймана, братьев Гримм и иже с ними. У нас здесь 270 примерно, да, страниц. Крупный шрит, хорошая бумага, отличные иллюстрации. Так что для всех тех, кто, опять же, ценит именно мрачные темные сказки, это отличную вот коллекцию. Следующая книга, которую я вам порекомендую, коротенькая, страшненькая, атмосферненькая на вечер, еще и с иллюстрациями, это «Вырывашка» Джеральда Брома. Продолжим с новыми темными сказками, обращаюсь к королю, для меня, по крайней мере, именно Джеральд Бром, король темных сказок, хотя, возможно, для вас это будет Нил Гейман или кто-то другой. Пишите в комментариях, кто для вас король темных сказок. «Вырывашка» у меня осталась дома в Сочи, в коллекции. Это широкоформатная, огромная, иллюстрированная история, причем это как будто бы его темный вариант истории игрушек Пиксара. Ну, как будто бы, если ее писал Джеральд Бром, он ее и написал. Вы понимаете, в чем главная обманка? Казалось бы, ой, такой легкий сеттинг, про игрушки подалеку я это делаю своему ребенку. Я, я бы не рекомендовал. У нас здесь в доме у маленького мальчика заводится очень злобный и опасный дух, и его игрушки пытаются его спасти. Спасут ли, получится ли, об этом в истории. Сама книга обильно иллюстрирована, можно прочесть ее буквально за один вечер, даже, не знаю, за час, может быть, за два даже, наслаждаясь шикарными темными авторскими иллюстрациями. Бром ее и писал, он же ее и отрисовывал, иллюстрировал. Так что, да, Бром в первую очередь художник, причем дарк-художник, поэтому его работы всегда вот такие мрачные, за какой-то определенной темной историей, и это его книги, как обычно, очень сильно красит. История клевая, скажем так, на потрепать слегка нервишки, она классная, но это, блин, не для детей, несмотря на название, несмотря на сеттинг. Раз уж мы с вами пошли по сказкам, назову еще одну темную сказку для взрослых деток, это история с кладбищем Нила Геймана. Одна из немногих историй Нила Геймана, которая у меня осталась на полках, которая прочитала с удовольствием, даже как-то, знаете, с каким-то энтузиазмом, я бы сказала, это темный мрачный ретеллинг Маугли. Что было бы, если ребенка приютили бы обитателей кладбища местного, призраки, оборотни и даже вампир? Мои для вас огромнейшие рекомендации, это аудионачитка этой книги, она есть на ютубе в свободном доступе, и она страсть как хороша благодаря своему аудиооформлению. Именно оттуда я утащила себе в плейлист ту самую музыку, как оказалось, это была музыка и саундтрека Каролине, но, в принципе, она к этой истории здорово подошла. Откровенно говоря, я бы не сказала, что она вот вдоволь страшная, пока ты не задумываешься, о чем вообще ты читаешь, и к чему потом герой ведет, и какие там события происходят. Читаешь, как будто бы, ну, норм, а потом такой, а где это происходит, а с кем мы имеем дело? Все-таки это ребенок, come on! Однако завязка у нее вот прям леденящая душу, вот прям очень страшная, действительно, за это, в принципе, книга попала в мою подборку сегодня. Но при этом она, наверное, пожалуй, из всех моих книг сегодняшних самая оптимистичная, и я ее считала с каким-то вдохновением очень сильным, особенно ближе к концу. Она вот буквально вся преисполнена какой-то добротой, каким-то позитивом, каким-то странным оптимизмом и теплом, несмотря на такой вот странный сеттинг, как бы кладбищенский. По-моему, именно этим она сильно тащит, именно вот таким клевым контрастом между добротой и самим сеттингом. Вот, это классно. А теперь то, что стоит буквально на границе между мрачным детским и мрачным взрослым, все-таки это тоже сказка, это, пожалуй, Ведьмак и его сборники рассказов. Когда я составляла вам эту подборку, подбирала конкретно коротенькие, клевые, атмосферные, страшненькие истории, я вспомнила, как, блин, сильно я влюблена была в эти сборники. И, в принципе, до сих пор влюблена тоже. Прокомендую вам, пожалуй, из них, из первых двух сборников Ведьмака, первый, последнее желание. Мне даже захотелось, знаете, слегка отмести все свои планы на осень, вот ближайшие, и снова Ведьмака посчитать, потому что они уж больно клевые, брачные, тянущие, атмосферные и страшные, само собой. Чем эти истории очень сильно тащат, и чем они мне дико нравятся, это то, что это переложение сказок на новый темный ретеллинг, такой, знаете, именно фэнтезийный и взрослый. Сказки про оленький цветочек, про рапунцель, про белоснежку, особенно в этой книге, звучат они вот прям остро, больно, страшненько. К слову, еще одна из историй, здесь последнее желание по названию сборника, она про исполнение желаний, конечно же, и вот здесь, блин, очень важно правильно свои желания формировать. Короче, это захватывающе, это страшно, это атмосферно безумно и читается просто в лед. И к тому же, дополнительная моя рекомендация для вас, это аудио-начитка в исполнении Кирилла Главина. Благодаря ему, в принципе, в свое время я и вошла в аудиокниги, именно с этой книгой Ведьмака, и поняла, насколько сильно бывает тащит начитка. Какая она бывает атмосферная, пробивная, в ней очень здорово чувствуется именно слог авторский. Дополнительно отмечу, что все книги с этого видео, они очень хороши в плане того, что они поучительные, причем без какого-либо морализаторства. И вот Ведьмак этим тоже очень сильно цепляет. Я хочу вам прочесть из этой книги цитату, которая буквально здорово обрисовывает тему про добро, зло и страх. Люди любят выдумывать страшилища и страхи. Тогда сами себе они кажутся не столь уродливыми и ужасными. Напиваясь до белой горячки, обманывая, воруя, исклестывая жен вожжами, моря голодом старую бабку, четвертую топором пойманную курятники лису, или осыпаясь стрелами последнего, оставшегося на свете единорога, они любят думать, что ужаснее и безобразнее их, все-таки привидения, которые ходят на заре по хатам. Тогда у них включает на сердце, и им проще жить. Ну и, друзья, разумеется, я не могла вас оставить здесь без коротких историй Стивена Кинга само собой. На канале у меня есть отдельное видео по самым страшным книгам Стивена Кинга, разумеется, топ субъективный, впрочем, как и этот. И поскольку тема сегодня именно страшной истории одного дня, то я вам от себя порекомендую три клевые повести Стивена Кинга. Во-первых, эта повесть из сборника «Будет кровь» называется она «Телефон мистера Харригана». И, к слову, именно она удостоилась в этом году свеженькой экранизации. Вообще, этот сборник у Кинга для меня лично слегка выбивается среди прочих, потому что он получается такой лиричный, рассуждающий, не сильно торопливый, и именно эта повесть, вот «Телефон мистера Харригана», она вот прям похожа на классического Стивена Кинга. Здесь у нас завязывается дружба между молодым человеком и каким-то консервативным, богатым стариком. Они с друг другом общаются на какие-то жизненные базовые темы, там, про гаджеты, про внимание, про дружбу, в принципе. И перед смертью старика молодой человек ему дарит айфон. И после смерти старого друга он кладет ему айфон в гроб. Очень по-кинговски, и, как обычно бывает у Стивена Кинга, ни к чему хорошему это не приводит. Коротенькая и весьма жуденькая вещь от автора на тему, скажем так, ответственности за свои решения, за свои желания и за свои решения. Вот так. Следующая повесть, которую я вам назову, буквально читала ее в этом году, книга у меня вот на руках есть. Это повесть сборника «Тьма и больше ничего. 1922». 1922 год, по названию года повесть названа, в этот год у героя все пошло. Не то чтобы по-кински, а просто, просто вот так вот, знаете, с горы в самый низ. Самая засасывающая воронка ужасных событий в повестях Стивена Кинга. А все из-за того, что герой просто принял, как мне кажется, очень необдуманное и страшное решение. Буквально вот толкнул костяшку катастрофы, и все, трындец, все костяшки порушились. Страшно, оторваться невозможно, к тому же она, знаете, такая жуденькая в плане насыщенности сеттинга. Здесь очень много внимания уделяется крысам. Она в этом плане и мерзкая, и страшная, и заканчивается она очень круто, вот прям бух. В моем личном рейтинге она вот по жути, именно из короткой прозы Стивена Кинга, она стоит на втором месте. Вот, на первом стоит следующая повесть. Мой бессменный пока что фаворит в формате коротких историй страшных, вот прям реально страшных, это повесть «Способный ученик» из сборника Кинга 4 сезона. Она у меня вошла в топ-3 самых страшных историй в моей жизни, я дико ее боюсь. Я бы в жизни ее снова не смогла бы перечитать, наверное. Молодой перспективный школьник изобличает пожилого фрица, манипулирует им и заставляет его пересказывать все эти страшные, ужасные вещи, что они совершали вот как бы на ватру мировую войну и тащится с этого, вот. Однако школьник как бы не понял, что он разбудил то, что, возможно, не стоило даже близко трогать. У меня был холодный пот от этой книги, она буквально меня как будто бы по почкам надавала, знаете. И вот что самое страшное в ней, и не то, что она вот страшная, а то, что я от нее оторваться не могла от этого страха. Ты залипаешь, и все, как будто бы твое внимание пришивают книги ужасно. Но при этом я рада, что я ее прочитала, однако повторять бы, скажем так, я бы не смогла, наверное. Книга, которую я буквально дочитала на днях, это «Коробка в форме сердца» от Джо Хилла. Об этой книге поговорим мы в отдельном, скажем так, персональном ролике для нее. Такой маленький легкий секрет. Но по поводу книги, по поводу впечатлений и почему вот такая вот большая, казалось бы, книга в рейтинге коротких историй. Книги здесь 400 страниц, но ее реально можно легко прочесть за один день. Она читается очень быстро, от нее оторваться невозможно. Если вы утром начнете, то вы офигеете к вечеру. Рекомендую вам шикарнейшую, вот как бы капсом шикарнейшую начитку этой книги в исполнении Микаила Прокопова. Дело в том, что эта книга, она музыкальная. Она про то, как рок-звезда 50 там с плюсом лет купил себе в коллекцию привидения. То есть рок-музыка, мистика, привидения. Эта озвучка, она офигенно оформлена музыкально. Когда здесь упоминается какой-то трек, начинает наигрываться этот трек на фоне. Здесь буквально каждое движение героев, не прям чтоб каждое, но вот то, на котором нужно как бы внимание акцентировать, оно отмечено закадровыми звуками. Допустим, когда герой открывает бутылку и пьет воду. Когда у него ходят собаки, там буквально клацают по полу когаточки, понимаете? И там вздыхают язычком с ним. Вот это вот всё. Это всё здесь озвучено. Чума просто. И почему это клёво? Потому что это создаёт как будто бы 3D-эффект. Как будто бы ты вместе с книгой проходишь всё это приключение. А там оно не то чтобы очень позитивное, скажем так. Эффект присутствия именно в страшной книге, как мне кажется, очень важен. Для меня книга получилась страшной. Многие моменты в ней вот прям буквально вот за душу берут, понимаете? Особенно момент, и я не хочу спойлерить, где именно он был, но, короче, разговор главного героя своим помощником. Как говорится, кто читал, тот понял. И этот момент такая... Короче, в этой книге автор очень здорово играет вот с такими, знаете, мистичными нотками, моментами, темой потустороннего мира, привидений, в принципе жизни. Но об этом, опять же, подробненько в прочитанном и в дополнительном бонусном таком ролике. Книга страшная, мне она показалась, по крайней мере, страшной. В какой-то степени я даже вот не хотела бы быть на месте персонажа, потому что это вот прям, ух, жутенько. Книга больше похожа на какой-то классический ужастик, поэтому, если вам нравятся истории про призраков, про беснующихся, по крайней мере, призраков, это будет вам по нраву. Приятного жуткого чтения. Ну, в принципе, друзья, всё. Это, пожалуй, моя, наверное, самая лучшая в моём понимании коллекция, коротеньких историй на один раз, буквально на один вечер, которые были бы страшные, жуткие, атмосферные. Я жду от вас ваши примеры коротких, жутких, страшных историй. Ван Гую больше всего будет рекомендации именно по Лавкрафту, но я пока не готов к этому слишком страшно. К слову, интересно, какие у вас любимые повести Стивена Кинга в плане жути? Потому что вот мои, это как раз способный ученик, и 19-22 по названию года, вот про крыс, да. Вот это вот самое страшное, что я у Кинга читала, есть ли у него страшнее. Если да, то где? Как говорится, делитесь всеми паролями и явками. В принципе, друзья, всё. С вами была Аня Капыч, и скоро мы уже увидимся обязательно. Всё, ребят, всем пока и до встречи!